МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Россия Вести с вами Ольга Мчеребова. Главные темы этого выпуска. Вчера град, сегодня ураган. Украинские военные отводят реактивные системы залпового огня. Мировая общество снова ждет новостей из Берлина. Горные мотострелки на степном полигоне. Таким поле боя видят камеры летающего солдата. Танкисты, авиация, зенитчики тренируются с полуслова понимать друг друга. Отказ двигателя. Немедленно возвращаюсь. Авиакатастрофа с Гаррисоном Фордом. И это не голливудское кино. Популярнейший актер чудом остался жив. Что произошло и как себя чувствует Индиана Джонс, рухнув с высоты в несколько десятков метров. Мимоза или акация серебристая. Весенние цветы, что дарят в Абхазии на 8 марта. Разве совсем скоро. Начинаем с Донецка, куда этим утром прибыл внеочередной гуманитарный конвой. Поддержать семьи шахтеров, погибших и пострадавших в результате взрыва на шахте имени Засядько. Колонна российского МЧС сформирована по поручению президента. Ночью в Ростов-на-Дону с подмосковного аэродрома Раменское спецбортом доставили 40 тонн груза. Это продукты, медикаменты, а также высокотехнологичное оборудование для поисковых работ под землей. Этим же самолетом туда отправились почти два десятка специалистов, которые окажут адресную помощь родственникам горняков. Образована группа, в которую вошли представители различных профессий Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это специалисты высочайшего класса, в которую вошли врачи со Всероссийского центра экстренной радиационной медицины. Это специалисты, психологи. Сюда же вошли горноспасатели, представители общественных организаций. Спасатели встретятся с каждой семьей, чтобы выяснить, нуждается ли кто-либо в реабилитации в российских клиниках. Министерство чрезвычайных ситуаций также не исключает, что пригласят детей шахтеров на оздоровительный отдых в российские регионы. Гуманитарную помощь привезли и жителям города Дебальцево, едва ли не полностью разрушенного в ходе войны. Продукты и лекарства доставил Красный Крест. В городе закрыты магазины, да и денег, чтобы купить еду, заработать негде. Все окрестные предприятия остановлены. Репортаж Станислава Назарова. В Дебальцево продолжают пребывать все новые колонны с гуманитарной помощью. Еще 80 тонн продуктов питания, лекарств и теплых вещей в город доставили представители Международного комитета Красного Креста. В Дебальцево действует центр МЧС Республики, который распределяет помощь среди жителей. Сформированы по фамильной списке пенсионеров, инвалидов и семей с маленькими детьми. Людям, чьи дома были разрушены в результате боевых действий, предоставляют временное жилье. Такие семьи перебираются жить в детские сады и школы. Гуманитарную помощь, еда, теплые вещи. Средства гигиены в одном комплекте. Коробка весом 20 килограммов выдают по спискам, по принципу один комплект в одни руки. В городе не хватает электромонтажников, сварщиков и слесарей. Восстановительные бригады работают в несколько смен. Процент разрушения города Дебальцево порядка 82%. Это здание и сооружение. Громадный объем обследований. В Дебальцево запустили городскую электроподстанцию, генераторы и километры электрокабеля. Сюда были доставлены российским МЧС. Подстанция полностью восстановлена в домах и квартирах. Появился свет. Запитанный у нас на данный момент детский сад, где уже есть семья, которая переселилась сюда с шестью детьми. Также запитан хлебозавод, больница запитана. Плюс где-то 5-10% жилого сектора. Печи, буржуки, одеяло перед дверью в каждую палату. Отопление в больнице еще не запустили, но клиника уже работает. Сюда доставляют необходимые лекарства. В палатах тепло, есть электричество и вода. В Дебальцевскую больницу пациенты уже поступают. Шу есть у них дают. Я только вчера поступила. У меня упало без сознания. В ЗАГСе. В ЗАГСе. И живут плохо. На городских улицах и во дворах продолжаются работы по разминированию. Саперы обследуют и железнодорожную станцию Дебальцево. Только после этого здесь приступят к подготовке к восстановлению станции. Станислав Назаров, Василий Харитонов, Геннадий Корнеев. Вести Дебальцево. Критическая ситуация в населенных пунктах Луганской области. Тысячи людей остались без работы и средств к существованию. Теперь их жизнь зависит от гуманитарной помощи. Картошку, муку, крупы и консервы ежедневно развозят по всем прифронтовым поселкам. Хуже всего, конечно же, инвалидам и пенсионерам. Уже много месяцев Киев не платит им никаких пособий. И вот поделиться своими пайками с нуждающимися решили милиционеры Луганской народной республики. Крупы, картофель, консервы мясные для граждан нашей республики. Народная милиция приняла решение отказаться от суточного пайка в размере 40% для наших военнослужащих и отдать гражданам нашей республики. Полки многих магазинов просто пусты. Регион в блокаде. Украина, несмотря на минские договоренности, не пропускает на неподконтрольной ей территории ни пассажирские автобусы, ни грузовики с продуктами и медикаментами. Запросы из ЛНР в адрес назначенных Киевом властей остаются без ответа. И вот еще сообщение. Это уже со стороны пресс-центра, так называемой АТО. Операция по отводу тяжелого вооружения с линии фронта близка к завершению. Согласно минским договоренностям, в ближайшие сутки украинские военные отведут реактивные системы залпового огня «Ураган». Это мощное оружие оставили напоследок. Накануне с фронта выведены установки «Град» и «Акация». Предполагается, что силовики полностью завершат операцию к завтрашнему дню, то есть на неделю позже, чем это сделали ополченцы. И вот о том, как выполняются минские договоренности, представителям МИД нормандской четверки расскажут наблюдатели ОБСЕ. Миссия все это время наблюдала за отводом вооружений в Донбассе. Встреча состоится в Берлине уже в самое ближайшее время. Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что четверка недовольна тем, как согласованный в белорусской столице план воплощается в жизнь. На Донбассе установился хрупкий мир, но этого мало. До сих пор не начался политический процесс. Кроме того, Киев так и не прекратил экономическую блокаду, и жизнь рядовых граждан в зоне конфликта стремительно ухудшается. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поблагодарил Великобританию за отправку в страну военных инструкторов. Это заявление он сделал в Киеве на переговорах с главой британского МИДа Филиппом Хэммондом. По словам Яценюка, 10 иностранных военнослужащих уже находятся в частях украинской армии. И вот на фоне соблюдения минских соглашений президент Петр Порошенко на встрече с тем же Хэммондом заговорил о необходимости полицейской операции в Донбассе. Отправки туда международных миротворцев. Британец идею поддержал, ее готов обсуждать и Евросоюз. Об этом накануне сообщила в Финляндии глава европейской дипломатии Федерико Маггерини. Украинские власти решили помочь беженцам с юго-востока, построив для них отдельные жилые городки. Модульное жилье в Днепропетровской области возводят немецкие специалисты. Однако переезжать в такие дома переселенцы отказываются. Причина в цене. В жилом комплексе все работает на электричестве. В отопительный сезон тариф на одного жителя 800 гривен. Снизить эту цифру за счет городского бюджета местные чиновники отказываются. А зарплата у тех беженцев, которые даже смогли устроиться на работу, почти вдвое меньше. В Барселоне прошел митинг в поддержку восьмерых антифашистов, которые летом воевали на стороне ополченцев в Донбассе. Добровольцев задержали в минувшие выходные. Их обвиняют в угрозе национальным интересам страны за рубежом. Протестующие увидели в этом двойные стандарты испанского правительства. Тех, кто принимал участие в конфликте на юго-востоке Украины на стороне украинской армии, почему-то никто не задерживает. Подробности у Руслана Слепцова. Интернациональная бригада Карлоса Паламина. Это надпись на груди у каждого испанского антифашиста. Паламина их национальный герой. Революционер, погибший в возрасте 16 лет от рук военного нациста во времена гражданской войны в Испании. В ту же эпоху появились интернациональные бригады, воевавшие против франкистов. По их образу и подобию современные испанские антифашисты создали боевые отряды на Украине. Несмотря на арест пятерых бойцов, группа Паламина продолжает действовать в Донбассе. Один из ее участников, его позывной Альфонсо, решился открыть свое лицо. В Испании я был участником антифашистского движения. С самого начала мы следили за тем, что происходит на Украине. Мы не могли сидеть сложа руки, пока нацисты из правого сектора бомбили мирные города и убивали гражданское население. Мы не позволим фашизму окрепнуть в Донбассе. Мы будем драться. Альфонсо на Украине почти месяц, а вот американский доброволец с позывным «Техас» почти с самого начала военных действий. Американец, воюющий за ополченцев, в это сложно поверить. Вот как сам Техас объясняет свое решение пополнить ряды батальона «Восток». Донбасс не хочет попасть в руки нацистов. Я приехал помочь. Я видел здесь много смертей и разрушений. И точно знаю, что каждый убитый человек, каждый уничтоженный дом – это результат политики США. Все это проводится с согласия США. Я хочу показать жителям Донбасса, что не все в Америке поддерживают фашистский режим на Украине. Большая удача, что я еще жив, говорит Техас, вспоминая свой боевой опыт. Он был под обстрелами украинских военных практически каждый день. И не он один. На стороне самопровозглашенных республик в разное время сражались граждане Германии, Италии и Франции. Руслан Слепцов, Вести. В Ставропольском крае завершаются военные учения. Мотострелки Южного военного округа уничтожили незаконное вооруженное формирование в условном населенном пункте. Особое внимание было уделено применению беспилотников. Сейчас на поле боя без них не обойтись. Репортаж Андрея Чистякова. Ляск, гусеницы, рев моторов тонут в грохоте артиллерийской канонады. Горные мотострелки тренируются в непривычной для себя обстановке. Южный степной полигон на несколько дней стал для них одним большим классом. Теперь в нем оттачивают и скорость, и меткость, и новую схему взаимодействия между различными подразделениями. Танкисты, авиация, зенитчики тренируются понимать друг друга с полуслова, полужеста. Впервые военные приоткрывают для журналистов тактику поиска условного противника. За линию фронта армейская разведка заглядывает с помощью беспилотных аппаратов. Таким поле боя видят камеры летающего солдата. Так в шутку называют военный беспилотный аппарат отечественного производства. С земли, парящей в небе, моноплан незаметен. Самый малый комплекс, тот, что показали нашей съемочной группе, способен прочесать участок в 10 квадратных километров в считанные минуты. Значит, вот полезная нагрузка, в данном случае видеомодуль. Вот ее сменный аналог, фотомодуль. В зависимости от поставленной задачи, ставлю разную нагрузку. Легенда тренировочных занятий постоянно менялась. Противник маневрировал. Командиры максимально приближали учения к реальному бою. Самая кульминационная часть этих учений. Воздушный десант высадился в противнику, чтобы развредить центр управления. Сейчас десантники начнут атаковать противника. Легкие бронемашины горной бригады при поддержке танков без потерь справлялись с поставленной задачей. Разбить условного противника мотострелкам помогли современные комплексы спутниковой навигации. Каждый командир отделения руководил боем, сверяя свои координаты с реальными. По условиям учений подразделения с полигоном заранее не знакомили. Особенностью является проведение занятий в том, что данный батальон, совершив 200-километровый марш кабинетным способом, прибыл на незнакомый нам полигон, где и с ним было проведено данное занятие. Учебный бой длился не больше часа. Некоторые его этапы военные записывали на видео. Это также один из элементов тренировки современной российской армии. Так будет проще разбирать ошибки, которых в реальном бою быть не должно. Андрей Чистюков, Евгений Радаев. Вести из Ставропольского края. Чиновников из Ингушетии проверят на детектере лжи. С инициативой проведения антикоррупционных тестов на полиграфе выступил глава республики Юнусбек Евкуров. Об этом он написал на своей странице в социальных сетях. По его словам, первыми проверки подвергнутся около 10 руководителей Министерства и ведомств, которые занимают, цитата, «коррупционно опасные должности». Также Евкуров добавил, что если эксперимент окажется успешным, тестированию будут подвергаться все претенденты на посты в госструктурах. Звезда Голливуда и заядлый пилот Харрисон Форд попал в авиакатастрофу. У его одномоторного самолета постройки еще времен Второй мировой войны отказал двигатель. Актер попытался вернуться на аэродром, но дотянуть до посадочной полосы не сумел. Пришлось садиться на поле для гольфа. Приземление было жестким. Форд получил многочисленные травмы, к счастью, не тяжелые. Его сын сообщил журналистам, что, цитирую, «отца сильно помяло, но он полностью поправится». Репортаж нашего СОПКОРа в США. Александр Христенко. Все произошло в пригороде Лос-Анджелеса. В полтретьего дня по местному времени Харрисон Форд взлетел из аэропорта Санта-Моника, но практически сразу случилась некая поломка в моторе, а он на этом типе самолета один. Пришлось аварийно садиться. Вот что успел сказать Форд диспетчеру. Отказ двигателя. Немедленно возвращаюсь. Но тяги не хватило. Харрисон Форд направил самолет на поле для гольфа. При посадке задел верхушку дерева. Столкновение с землей было весьма жестким. Передняя часть фюзеляжа отвалилась. 72-летний актер жив, но получил многочисленные ушибы, в том числе головы. Я увидел, как несколько молодых людей доставали из самолета пилота. Потом они положили его на землю, и он начал двигаться. Я сразу подумал, замечательно, он все еще жив. На место прибыли спасательные службы. Положили на носилки, поставили капельницу, затем доставили в больницу Лос-Анджелеса. Пилот получил множество травм, но его увезли с места аварии в сознание. Самолет, за штурвалом которого был Харрисон Форд, словно из киносаги «Индиана Джонс». Раритетный истребитель Ryan RT-22 Recruit, времен Второй мировой войны. Форд – опытный пилот, очень любит небо, летает с 60-х годов. Хотел даже учредить свою премию для летчиков. Все было выполнено на высшем уровне. Аварийная посадка в исполнении высококлассного пилота. Именно такой подготовки мы ждем от всех пилотов в аэропорту Санта-Моники. Актер умеет управлять и вертолетом, и на нем тоже случалось падать. В октябре 1999-го вместе с инструктором. Тогда никто серьезно не пострадал. Отец в порядке, немного помят, но с ним все окей, написал в твиттере сын Харрисона Форда. Прогноз врачей обнадеживает. Угрозы для жизни нет. В будущем актер сможет полностью оправиться от травм. И наверняка снова летать. Александр Христенко, Филипп Дубровский, Елена Соколова. Американское бюро вестей. Он уходил на фронт 18-летним юношей и прошел в составе 54-й армии от Калуги до Кёнигсберга. А после победы отправился воевать в Маньчжурию. Ветеран Великой Отечественной Владимир Бушин, известный на всю страну писатель. В годы войны он вел армейские дневники, поэтому многие события помнят очень хорошо. Печататься Владимир Сергеевич начал еще на фронте и с радостью делится воспоминаниями со своими читателями и сегодня. Репортаж Татьяны Проскуряковой. Но всегда укрепляло сердца, с ним прошли мы войну, от начала до победного дня, до конца. Начинающий поэт Владимир Бушин напечатал это стихотворение 12 мая 45-го в армейской газете «Разгромим врага». Чтобы передать ощущение дня победы, вдохновение не требовалось. Я в этот день гонял полдня на велосипеде, потому что радость требовала какого-то физического движения. Долгожданную новость о капитуляции Германии солдат услышал в Кёнигсберге одним из первых. Владимир Бушин служил в роте связи на передовой. Сегодня ветеран уже с трудом вспоминает фамилии многих сослуживцев, но модели самолетов, за которыми следил в небе, называют без труда. Даже по гулу моторов мы могли определить. Вот это Фоке-Вульф 189, вот это Дорне 17. Владимир Бушин служил на Белорусском и Западном фронтах. В 43-м получил медаль за отвагу, затем награду за боевые заслуги и орден Отечественной войны. Но 9 мая война для него не закончилась. Рота была направлена в Маньчжурию изгонять японские войска. Вот эта медаль за победу над Германией, это за победу над Японией, это за взятие Кёнигсберга. Вернувшись в Москву, Владимир Бушин поступил в литературный институт. Стал поэтом и критиком, но в последние годы все чаще выступает в роли публициста. Бушина возмущает, когда победу Советского Союза над фашизмом называют чудом. Больше 30 городов Советского Союза по несколько раз переходили из рук в руки. Ничего подобного не было ни в Польше, ни во Франции. Никаких чудес не было. Все куплено народной кровью. Скандал вокруг юбилея освобождения Свенцима писателя шокировал еще больше. Как этот польский министр иностранных дел сказал, что это было сделано украинцами, то это просто глупость. Потому что название фронтам давали не по национальному составу, не по этническому признаку, а просто по той территории, по которой проходила его линия обороны. В прошлом году Владимир Бушин выпустил книгу воспоминаний, в которой опубликовал и свои армейские дневники. Ветеран говорит, Великое Отечественное окончилось 70 лет назад, но его борьба за правду в войне продолжается. Татьяна Проскурякова, Андрей Розанов, Виктор Крыжановский, Вести. Сегодня исполняется 50 лет Центру контроля космического пространства. Специалисты круглосуточно следят за тысячами искусственных объектов, предотвращая столкновение спутников с космическим мусором. Они выполняют еще одну чрезвычайно важную задачу – оповещают армию о полетах над нашей страной опасных спутников-шпионов. В Центре контроля космического пространства побывал Илья Филиппов. Обнаружен новый космический объект номер 40051. Предварительный космический аппарат ФЛОК-1Б-10 США. Исследовательские запущены с Международной космической станции. На орбите Земли постоянно вращаются несколько десятков тысяч объектов. Следят за каждым. Спутники связи, навигации, военные аппараты и космический мусор. Движение каждого механизма и даже обломка под контролем. Здесь известно, как он дальше себя поведет, куда полетит. Самый крупный объект, который мы наблюдаем, это Международная космическая станция. Самый мелкий – порядка спичного коробка. Но даже совсем, как кажется, незначительный мусор в космосе крайне опасен. В первую очередь для действующих аппаратов и, конечно, для самого крупного объекта – МКС. 3 февраля этого года на орбите разрушился староамериканский метеорологический спутник. На орбите Земли возникла новая угроза. Из одного космического аппарата в настоящий момент мы имеем 50 его фрагментов. Каждый запуск ракеты-носителя, космических аппаратов, через некоторое время они превращаются в фрагменты, превращаются и как сами аппараты, так и фрагменты в космический мусор. Ровно 50 лет Центр контроля космического пространства войск Воздушно-космической обороны ежесекундно вглядывается в небо. Диапазон его интересов огромный – до 60 тысяч километров вокруг Земли. Допустим, в 1957-м нечего было наблюдать. Был первый спутник и несколько обломков носителя. Сегодня у военных мощный цифровой сервер – банк данных, в котором сохранена вся информация о том, что вращается вокруг Земли. Размер, вес, коэффициент отражения, назначение. Управляют системой девушки в военной форме. Работа-то офисная, но мы же в вооруженных силах находимся, в военной части находимся. И поэтому, если командир сказал форму одежды, то эта форма одежды и будет установлена на сегодняшний день. На горной вершине в Таджикистане красуются необычные серебряные шары. Это российская станция. Мощнейшие телескопы. Здесь всегда идеальное чистое небо. Все данные о том, что увидели. Телескопы поступают сюда, в Подмосковье. Ну и главная военная функция центра контроля, которая, конечно, засекречена, но в целом понятна это слежение за не нашими объектами на орбите. Любое изменение траектории, радиосигнала, передачи данных будет тщательно зафиксировано и проанализировано. То есть это, по сути, разведданные, на основе которых и будут приняты соответствующие решения. Илья Филиппов, Андрей Потапов. Вести. Боевики исламского государства продолжают уничтожать культурные ценности. На сей раз с помощью тяжелой техники они сравнялись с землей руины древнего города Немрут. Он был основан в 13 веке до нашей эры и какое-то время был столицей Ассирии. За время раскопок там найдено множество древних артефактов. Теперь, судя по всему, остальные утеряны навсегда. Напомню, это не первое проявление вандализма со стороны ИГИЛ. В конце февраля боевики разместили видео, на котором демонстративно уничтожали древности, хранившиеся в музее Масула. При этом сообщалось, что часть из них джихадисты решили продать на черном рынке, чтобы финансировать свои военные операции. Ливни и снегопады обрушились на юг Европы. В Италии жертвами непогоды стали по меньшей мере два человека. В горах на севере страны из-за ураганного ветра сломался фуникулер. Спасателям пришлось снимать с огромной высоты две сотни туристов. Не менее серьезная ситуация на Балканах из-за мартовского снега. Там парализовано движение по основным автомагистралям. Без электричества остались десятки тысяч домов. Все подробности у Софьи Рожновой. Спасательная операция при скорости ветра до 130 км в час. Вертолет с трудом маневрирует среди высоких деревьев. Но другого выхода нет. В сломавшемся фуникулёре почти две сотни туристов. Спасатели на тросах спускаются на крышу кабин, затем оттуда эвакуируют людей. Работа фуникулёра была остановлена внезапно. Это огромное дерево упало на линию электропередачи из-за сильного ветра. Почему вообще курорт не закрыли при таких погодных условиях, непонятно. Но главное теперь, что жизнь людей вне опасности. Мы счастливчики, иначе не скажешь. Всё произошло, когда я сел в кабину и закрыл дверь. Поваленные деревья, вышедшие из берегов реки. Сводки чрезвычайных сообщений приходят со всего севера Италии. Несколько человек погибли. А это кадры из Хорватии. Людей сбивают с ног. На улицу выходить просто опасно. Балканы сейчас во власти сильнейшего шторма. Погода будто решила пошутить над жителями, показав весь свой крутой нрав. И ураганный ветер, и дождь, и даже метель. Всё смешалось в первые дни весны. Это кадры из Сараева. Дороги парализованы. В Сербии под тяжестью снега рвутся провода. Десятки тысяч людей без электричества. Оказалось бы, наступившей весне напоминают только цветы, которые вот-вот скроются под снегом. Софья Рожнова, Вести. И хорошие новости с биржевых площадок. Курс доллара в России упал ниже отметки в 60 рублей. Впервые с начала февраля. А евро впервые с декабря опустился ниже 66 рублей. Инвесторы сегодня настроены оптимистично. Продают зарубежную валюту, покупают отечественную. Дело в том, что рубль – валюта сырьевая, а нефть уже который день продолжает уверенный рост и держится выше отметки в 60 долларов за баррель. Напомню, бюджет 2015 рассчитан на стоимости в 50 долларов. Абхазия начала сезонные поставки в Россию. Акации серебристые или, как ее принято называть, мимозы. В этом году из-за теплой зимы на юге она зацвела раньше обычного. Сейчас сезон уже завершается. Несмотря на это, ежедневно по всей России ввозятся тонны этих душистых цветов. Канун Международного женского дня букеты из веточек мимозы в нашей стране особенно популярны. Репортаж Александр Руденко. Собирать такой урожай – настоящее искусство. Абхазов Тандил ветки срезает очень нежно, чтобы не повредить товар. Укладывают в коробки растения слоями через газету. В дороге, касаясь друг друга, цветы могут завять. Мимоза в Абхазии в этом году зацвела рано, в начале февраля. Сейчас сезон уже заканчивается. На центральном рынке Сухума цветов, видимо, невидимо. Есть здесь и розы, и тюльпаны, астры, все что угодно. А мимозы нет. Дарить ее в Абхазии на 8 марта попросту не принято. Дарить на женский праздник то, что растет у каждого в саду, Абхазы считают дурным тоном, объясняет директор ботанического сада. Эту лесную культуру завезли сюда из Австралии в конце 19 века. И называлась она тогда в народе вовсе не мимозой. Наши женщины знают ее как мимоза. А мимоза относится совершенно к другому роду. А это кацидиальбата. Относится к семейству бобовых. Настоящая мимоза – растение очень редкое в здешних краях. И, вопреки расхожему мнению, не цветущая. Впрочем, большинство россиян этот вопрос мало волнует. Заказы на акацию и диальбату в Абхазии каждый год принимают тысячи, переправляя через границу сотни тонн праздничного товара. Здесь, на границе между Россией и Абхазией, с десяток вот таких мини-складов. Фасуют лавровый лист, мимозу, апельсины, мандарины, лимоны. В общем, все то, что хорошо растет на юге и продается на севере. Холод на транспортировочной базе – обязательное условие. Ярко-желтые ветки не любят тепло и воду. Эта последняя партия отправляется в Брянск. Сейчас осталось коробок, наверное, 200 или 300. Склад рассчитан на 3000 коробок. Все это было вывезено за два дня. Москва, Питер, Ростов, Новосибирск, Красноярск, Омск, Брянск. Все города – миллионники. Поставщики акации сетуют, что в этом году цветы на деревьях сгорели. Температура в садах была неподходящей. Прогнозируют дефициты, как следствие, высокую цену. Впрочем, спрос от этого не уменьшился. В России, как и в Абхазии, на любимых принято не экономить. Александр Уденко, Алексей Балакирев, Михаил Киртокий, Светлана Пашкова. Вести, Абхазия. Будет ли праздник на МКС? Какие сюрпризы готовят космонавты на орбите своей коллеге Елене Серовой в преддверии 8 марта? Удалось ли нашей женщине-космонавту создать на станции уюты и тянет ли ее домой, на Землю? Ждем сеанса связи с космосом уже в 17.00. В Вестях с Игорем Кожевиным. Не пропустите. В Китае тоже праздник. Там стартовал ежегодный фестиваль фонарей. Событие завершает 15-дневные торжества встречи Нового года по лунному календарю. Основные празднования проходят в городе Унань. Чтобы стать свидетелем красочного зрелища, туда съехались тысячи человек со всего мира. В центре внимания подсвеченные вазы с традиционным цветочным орнаментом, парусный корабль на воде, персонажи китайской мифологии. И, конечно, символ наступившего года – коза. Небо традиционно освещают сотни воздушных фонариков. Считается, что таким образом они оповещают жителей о приходе весны. Вести следят за событиями в России и за рубежом. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok